Это был сон, жуткий ужасный сон, без пробуждения, так проходило сквозь меня напрочь больное время. Иногда я беззвучно, сцепив зубы, рыдал. И тогда мне сквозь сон пронзительно бросали. У тебя умерла мать. Но так часто и так много моя покойная мать не могла умирать. Но вот мой Киев был в апрельском интерьере, выплаканные светлооки и небеса, чуть девятнадцатый отправной в чем-то век, персоналии, персонажи, антураж, вальяж, пассаж. Когда перепад температур три дня ежедневно составляет 12 градусов, появляется выжитость, которая оставляет свой след на всем памятниках, парковых скамьях, посидящих у сачей и в куполах всяческого предназначения, от духовного до казарменного, голуби привычно гадят на бюсты людей не здешних в челмах, хоть вроде они и поэты, но не наших духовных коридоров, что ли. Заблуждение думать, что в этом ничего эдакого как бы и нет. Есть, много испоноговорящих, много девушек, словно из лондонского соха с фиолетовыми, розовыми, синими и даже зелеными волосами. И все же это очередной киевский день с апрельской поволокой. С понедельника снова засяду за бездну, но уже в неком развитии, где будет явлен и птичий остров, и некий речной, а по сути духовный бакенщик. Все-то еще будет, вот только издателей нет. Так что пока стоит просто писать. Слава богу, что не в стол. Ведь пока еще существует интернет и озвучка. А со временем вдруг внезапно и проблема издателя решится, как умчавшаяся прочь облачность прошедшего дня. И я еще подержу в руках свои теплые книги. Все прочее уже как бы сделано. Или делается. Делай, что тебе положено, а если издатель будет не из гнилого сытого Киева, то я все же уеду. Без поворотно, хоть и люблю сей древний гупецей вечного человеческого тщеславия и бесконечной тщеты земной. На том и аминь. А в принципе, кто еще не понял, на что 30 лет назад обрек нас Чернобыль? На какое расторжение прежде братских народов? На какую духовную бездну? Ведь расторжение нынешней бездны, возможно, и состоялось в 1 час 27 минут ночи 26 апреля 1986 года. Говорят, что только через 10 лет произойдет окончательный полураспад одного только Стронция, но и последующие 40 тысяч лет нам еще только предстоит делать корреляцию на расторженную в ту пору бездну. Только предстоит. Вот Киев и пытается казаться рубахой парнем, крепким орешком, но из его души уже никогда не уйдет пепел Чернобыля. Не странно перекошенная обывателями и политиками незалежность, и которым в итоге еще предстоит возвращаться к себе.